Психологи считают, что для каждого из нас нет ничего невозможного, и каждый может стать победителем по жизни. Главное – этого сильно захотеть. Это программа «Без Фрейда» и я ее ведущая Олеся Фоминых. Как настроить себя на победу – тема этого выпуска. А у меня в гостях певец Дмитрий Колдун. На расставанье закроем глаза мы, но не закрыть души. В сердце моем будут новые раны, времени мне зашить. Может, прощаться уже слишком поздно. Истины не поймешь. Без меня сейчас ты уплывешь. Корабли уходят на закат. Дай руки твои коснуться. Я здесь останусь ждать тебя. Корабли уходят, чтоб вернуться. Силы во мне остается немного, чтобы тебя держать. Слово одно и молчать у порога, что-то еще решать. Нам в темноте хватит света ночного. Губы ответ найдут. Знаю я, обратно приплывут. Корабли уходят на закат. Дай руки твои коснуться. Я здесь останусь ждать тебя. Корабли уходят на закат. Чтоб вернуться. Корабли уходят на закат. Корабли уходят на закат. Дай руки твои коснуться. Я здесь останусь ждать тебя. Корабли уходят, чтоб вернуться. Корабли уходят, чтоб вернуться. Дим, здравствуй. Привет. Рады видеть тебя в нашей студии. Как настроение у тебя? Хорошее. Как сегодня начался твой день? Спокойно начался. Проснулся, залез в интернет, выпил кофе. Все как обычно. Такой день сурка утром. Часто так бывает. А ты когда присыпаешься, берешь телефон сразу, как многие сейчас люди? Заходишь в социальные сети? Да вот не в социальные сети, но чаще всего беру, захожу на почту. А, ну то есть, потому что я обратила внимание, у многих прям зависимых. Да, есть такая, у меня рука прям тянется. Но ты себя сдерживаешь? Да нет, иногда не сдерживаешь. Изволяешь? Да. Но при этом ты не относишься к числу зависимых. Вот с утра прям прям залазь. Ну, если рядом не будет телефона, я особо не расстроюсь. Дим, сегодня в программе хотел бы поговорить о том, как настроить себя на победу. Об этом мы с тобой поговорим. Хорошо. Скажи, тебе часто приходится настраивать себя в своей мысли на победу? Ну, чаще всего получается так, что моя жизнь так как-то складывается, что все происходит само собой. То есть, это кулаки? Ну, иногда лаки, иногда не лаки. Просто вся жизнь, вот если посмотреть, я иногда так люблю вечером сесть и посмотреть на свою жизнь. Чаще всего вещи какие-то происходят сами собой, даже безотносительно моего желания или каких-то рвений, целеустремлений каких-то. Поэтому вот иногда происходит все совершенно внезапно. Сейчас прям слышу, знаешь, крик такой внутренней души, внутренний у людей многих, которые все время через напряжение ко всему, знаешь, идут. Очень много же таких людей. А порой стоит, мне кажется, расслабиться? Ну, расслабиться вообще хорошо и неплохо. Я имею в виду, чтобы с легкостью было что-то. Ну, я, наверное, из тех людей, которые хотят, чтобы получалось все само собой и делаю просто, чтобы делать, не ожидая какого-то результата. Вот по поводу крика внутреннего, я имела в виду, что сейчас, ну, я бы у тебя спросила, расскажи секрет, да, как у тебя это получается. Потому что, ну, там сейчас многие люди, которые разнообразный курс, тренинги по этому поводу устраивают. Ну, сегодня это такая индустрия очень мощная. Я думаю, тебя бы сейчас, если кто-нибудь слышит, что, может быть, даже заинтересован в своем плане. В смысле, взять меня как экспонатку, да? Как тренера? Нет, я вот самый главный вообще, наверное, закон и правила моей жизни. Я никогда никому ничего не советую. Если кто-то меня о чем-то спросит, я, возможно, что-то скажу. Но чаще всего без спроса в чужую жизнь никогда не полезу. Ну, вот расскажи, как, в чем твой, может быть, секрет заключается? Что ты, вот у тебя так, в принципе, получается мгновение? Ну, могло быть, конечно, и хуже, могло быть и лучше. Есть у меня такой один недостаток. Хотя, конечно, я считаю его иногда и достоинством. Мне, в общем-то, как-то индифферентно. Большинство вещей, на которые люди обращают внимание, поэтому живется мне достаточно легко. И если что-то не получается, я чаще не сильно переживаю на этот счет. Но зато, когда что-то получается, я радуюсь. Ну, это я говорю про легкость. То есть ты не заморачиваешься. Да, все должно быть легко. Да, люди же в основном, они, я говорю, через напряжение, через тяжесть. Есть у меня примеры, которые живут гораздо легче, чем я. Я пытаюсь брать с них пример. Казалось бы... Прилегите какой-нибудь пример интересный. Ну, например, что-нибудь из своей жизни. Ну, казалось бы, вот, например, чаще всего, что это касается здоровья или денег, или какого-то семейного благополучия отношений между людьми. Вот, был один у меня знакомый, и когда рубль, например, упал, а у него все сбережения были в российских рублях, вот, я бы, наверное, очень сильно расстроился, но я посмотрел на него, и он был достаточно уверен в себе, несмотря на то, что потерял практически половину своего состояния. И я подумал, ну, все-таки, вот, есть к чему стремиться, есть какое-то равновесие, которого я еще не достиг. Это когда было, например? Это было в 2014 году. А и как на сегодняшний день ты уже бы отреагировал? Ну, ты говоришь, если бы не отреагировал... Ну, я бы, наверное, отреагировал тоже плохо, но слегка мягче. С опытом уже таким, да? А у него потом как сложилась судьба? Да, у него все хорошо. Даже лучше, чем было. Ну, видишь, это значит, хорошо, когда есть вокруг, мне кажется, люди, которые дают возможность действительно смотреть и правильно делать. Конечно. Это очень важно, потому что если окружение... Я вот, например, в своем окружении стараюсь избавляться от людей, которые, знаешь, вот, веют каким-то несчастьем. Они постоянно какие-то несчастные. Постоянно что-то у них плохо. Там, не знаю, денег нет, на личном фронте беда. Всегда, причем. Самое интересное всегда. Да, такие вот какие-то жертвы. Я их пиявками называю. Ну, вот, да, или такие люди, к которым нужно постоянно приходить на помощь. Они от этого что-либо питаются, и как-то их утешать все время. Как-то не хочется от этого. Ну, как ровным счетом и от агрессии. Каких-то вот таких людей, которые постоянно злые. Они не то, что недовольны. Есть такие просто мямли, которые все время ноют, а есть такие злые, прям, да пошли они все, да я их там все. Вот это тоже плохо. А как ты избавляешься? То есть ты стараешься, чтобы... Грубо говоря, они всегда появляются, понятно, в нашем окружении. Ты просто делаешь дистанцию, и если тебе по делам надо каким-то, ну, там бывает общаться. Ну, дело в том, что есть общение, которое происходит в какой-то рабочей обстановке, и тут ты от них не избавишься. Ну, естественно. То есть ты все равно с ними общаешься. На концертных площадках, на съемках. А есть люди, которые, ну, вроде как бы твои товарищи, друзья, с которыми ты можешь посидеть дома или сходить куда-то вместе. То есть ты делаешь этот выбор осознанно. Вот в этой области я стараюсь избегать таких людей. Ну, а есть те люди, с которыми ты какое-то время назад общался, ну, то есть ты растешь, да, есть люди, которые тормозятся, какие-то растут. Ну, судя по всему, в твоем случае, раз мы об этом говорим, ты растешь, развиваешься. А те люди, они зависают и тянут при этом тебя с собой. Ну, дело в том, что, скажем, не во всех профессиях, не во всех областях жизни можно развиваться. Есть какие-то творческие специальности, где человек каждый раз что-то постигает. А есть, например, в моем окружении люди, которые занимаются производством, но при этом остаются интересными людьми. Ну, вот я про это. Я имею в виду развития в плане, в принципе. Ищут какие-то новые варианты для продвижения своей идеи. И поэтому человек не должен останавливаться на том, что есть. Иначе он превращается либо в злого, либо в какую-то мяблю. Ну, на мой взгляд, деградация происходит. Чего-нибудь деградирует? Ну, не совсем может быть деградация, просто тебе становится неинтересно, потому что ты как какое-то старое кино, которое смотришь много раз, ты это уже все видел, и все это уже было, и ничего нового. А если они к тебе тянутся? Ну, понятно, что такие люди всегда тянутся к тем... Ну, то есть, такая категория людей, они будут тянуться к тем, которые лучше них. Для того, чтобы ощутить это, понять, как... Ну, а сами не готовы, выбор сделали иначе. Ну, не обязательно тянуться к тому, у кого хочешь чему-то поучиться. Есть же просто вампиры, которые пытаются сделать тебе хуже, например. Протроллить тебя где-то, получают от этого удовольствие. Как, кстати, ты относишься вот к этим хейтерам, которые все так модно называют? Ну, просто некоторые... Некоторая критика, она вызывает в тебе какой-то протест, и ты начинаешь анализировать, правильно ты или неправильно сделал, и в этом есть положительная черта. А если те, кто просто заходят и пишут, там, пошел ты на три буквы, то, ну... И бессмысленно почему-то. Ты как мука, вот, летает, там, и все, и нет. И как те, которые вот с твоего окружения все-таки, они... Ты всеми возможными способами от них отстраняешься, но избавляешься, грубо говоря? А я уже почти от всех избавился. Ну, все равно уже в нашей жизни, наши все равно люди так или иначе в твоей жизни появляются. Просто кто-то пытается остаться, даже если ты этого не хочешь, а кто-то там уходит. Ну, вот я, наверное, в этом плане достаточно счастливый человек. У меня немного... То есть я вот не припомню таких уже очевидных случаев, чтобы я от кого-то жестко избавлялся. Я уже все это произвел. Произвел уже как-то. Есть у тебя какие-то установочные, может быть, слова, там, внушения для себя самого, что ты можешь произносить себе, когда, ну, вот настрой, настрой может быть какой-то? Ну, есть, например, небольшой залог. Как на данный момент пока счастливая семейная жизнь, так я могу поделиться. Вот смотришь ты, например, видишь какую-то красивую девушку там, или она тебе запала в душу. И я проживаю с этой девушкой в течение там двух-трех минут. Всю жизнь. Например, неделю или две, или месяц. И за эти две минуты я нахожу в ней то, что мне не нужно, то, что меня не устраивает. Я сам себе это придумываю. У тебя такая реальность своя создается. Да, и все. И мне уже неинтересно, потому что уже все у меня было, и меня это не устраивает. Уже ты прожил? Да, я все это прожил. А у тебя, ну, бывает же, не только, наверное, с девушкой, у тебя какие-то ситуации так же происходят? То есть, ну, или только с людьми у тебя? В детстве я очень любил шахматы, поэтому, наверное, я пытаюсь просчитать хотя бы два-три варианта, что сейчас произойдет. И иногда это, конечно, тормозит меня в каких-то вещах, лишает какого-то ощущения авантюры, какой-то неожиданности, спонтанности, но чаще помогает избежать разных вещей, ссор, конфликтов. Хотя раньше вот с удовольствием посылал направо и налево людей. Что ты, в этот момент, испытывал, когда ты, вот ты говоришь, с удовольствием писал? Ну, я испытывал, ну, какой-то катарсис, очищение. То есть, я сказал то, что я думаю. И, ну, на самом деле, это здорово. Ну, ты говоришь раньше, а сейчас что мешает? А сейчас я ничего не говорю, я просто, ну, могу сказать. Но при этом, то есть, ты не чувствуешь, что ты что-то не доделал? Нет, я не доделал. Может быть, я не получил такое удовольствие, какое получил бы, например, дав кому-нибудь в лицо. Или послав куда-нибудь. Но при этом, при всем, я сохранил свое лицо. И, возможно, в будущем этот поступок не играл бы мне на руку. Ну, то есть, тогда, когда ты вот позволял себе прямо говорить, да идите вы, типа, там на три буквы или на пять. Счастливое время. Да, ну, то есть, если ты сделал, принял в процессе решения так не поступать, значит, тогда тебе это не выгодно. Ну, то есть, ты понимал, что поступая или говоря таким образом? Ну, во-первых, не то, чтобы невыгодно. Есть люди, например, от которых ничего не зависит, и просто хочется, ну, вот выплеснуть какую-то часть своей негативной энергии. Но я тут вот что заметил. Как только ты начинаешь давать себе такое право, оно как будто бы тебя разрушает периодически. То есть, ты открываешь какой-то кран, который вот уже сложно закрыть потом. Ты начинаешь делать это чаще. Это, я не знаю, как с сигаретами или алкоголем. То есть, ты просто позволяешь тебе это раз, потом другой, и ты уже не замечаешь, как это входит в какой-то... Это некая зависимость происходит. Да, входит в обыденный образ жизни, и ты так себя ведешь. Ну, да, наверное, ты прав. Так, а что ты все-таки, бывает, что-нибудь произвели в себе? Ну, там, настройка на победу, когда ты... Настройка на победу? В любом ситуации, не только в творчестве, вообще в любой ситуации. Ну, помимо проигрывания реальной ситуации. Ну, чаще это не то, чтобы настройка на победу, это скорее минимизировать ущерб, скажем так. Если мы говорим про победу как зарабатывание чего-то или получение чего-то, то проигрыш здесь может быть как неполучением или уходом в минус. В моем случае я стараюсь просто делать какие-то шаги предпринимателей, говорить что-то, чтобы не уходить в минус, потому что иногда, даже оставаясь на месте, ты что-то выигрываешь. Ну, например, приведи какой? Что ты делаешь или говоришь? Ну, скажем... Что придет в голову? Ну, ты можешь либо сделать что-то, либо записать, например... Ну, я возьму творчество. Либо записать песню, либо не записать. У тебя есть два варианта, если у тебя есть песня. В первом случае ты ее записываешь, она может попасть куда-то, в какие-то чарты, в какие-то хит-парады. В другом случае она может не попасть. И таких разветвлений очень много. То есть, а ты мог бы ее и не записывать, но ты ее записал. Поэтому, когда я это делаю, я не рассчитываю на то, что это будет супер-вау. Я хочу, чтобы это было неплохо. Чтобы не провалиться. И, наверное, не на победу рассчитано, не на какой-то успех. Мой шаг не принесет мне какой-то спуск с горы. А вот если происходит как раз... Ты проиграл в чем-то, грубо, да? Как ты на это реагируешь? Реагирую достаточно болезненно, да. Но со временем как-то ты становишься более готовым к этому. С каждым шагом, с каждым проигрышем ты начинаешь больше ценить выигрыш. А к проигрышу относишься, ну, как к неотъемлемой части. Существует же вероятность какая-то чего-то. И ты можешь проиграть в любой момент. Может машина на улице сбить. Просто есть люди, которые там вот... У тебя, кстати, хотелось спросить по поводу творчества как раз в тему. Ну, многие люди, они зависимы становятся даже от творчества. Если что-то не происходит, у них тоже переживания внутренние. Как вот у тебя с этим подливает? Ну, в моем случае, наверное, я могу обеспечить себе творческий процесс по своему собственному желанию. То есть я сам принимаю участие в записи песен, в написании вместе с теми людьми, с которыми я работаю, которые всегда готовы, слава богу, откликнуться и заняться этим процессом вместе со мной. Поэтому недостатков в том, чтобы куда-то выплеснуть энергию, наверное, нет. Тем людям, которые являются, наверное, исполнителями просто песен, с этим сложнее, потому что когда нет какой-то концертной деятельности, нет, не знаю, корпоративов, каких-то съемок, это рождает какой-то вакуум, поэтому, наверное, я этим и начал заниматься. Я никогда не писал песни, не участвовал в этом, но наступали моменты, когда я понимал, что этот вакуум нужно чем-то заполнять, и садился за инструмент. Я благодаря этому научился играть на фортепиано, скажем, на гитаре. Сколько тебе времени понадобилось, чтобы научиться самому играть на сцене? Ну, я не особо-то, чтобы музыкант в этом плане, но для того, чтобы написать песню, наверное, год. Ну, это немного, ну, относительно, если человек за что-то берется, я думаю, да. Субтитры сделал DimaTorzok Почему ты от меня ушла не просто, а к нему? Я никогда тебя, наверное, не пойму, ведь ты всегда права. Почему тебе счастливой быть, а мне быть одному? И знать, что больше я тебя не обниму, но я сам виноват. Почему ты не со мной? Почему? И зачем тебя я отдал ему? Без тебя во сне я и наяву. Вижу только беспросветную тьму. Я отдаю тех, с кем быть надо самому. Себя сажая в добровольную тюрьму из-за одиночества. Почему? В разбитых чувствах я не верю никому. И подпускать людей ни к сердцу, ни к уму. Уже не хочется. Уже не хочется. Почему ты не со мной? Почему? Без тебя во сне я и наяву. Вижу только беспросветную тьму. Почему ты не со мной? Почему? И зачем тебя я отдал ему? Без тебя во сне я и наяву. Вижу только беспросветную тьму. Ну почему? Почему? Без тебя во сне я и наяву. Почему ты не со мной? Почему? И зачем тебя я отдал ему? Без тебя во сне я и наяву. Без тебя во сне я и наяву. Вижу только беспросветную тьму. Почему ты не со мной? Почему? И зачем тебя я отдал ему? Без тебя во сне я и наяву. Вижу только беспросветную тьму. Без тебя во сне я и наяву. Ну почему? Сможешь ли ты вспомнить какой-то неприятный вот как раз проигрыш в своей жизни? Сейчас прям всплывет в твоей памяти. Ну самый неприятный наверное момент был после Евровидения, когда я не мог выбрать между двумя существовавшими у меня продюсерами. Это был Виктор Дробыш и Филипп Киркоров. Филипп Киркоров отвез меня на Евровидение, дал мне шанс выступить там со своей песней. А Виктор Дробыш перед этим незадолго дал мне возможность выиграть на его проекте «Фабрика звезд». И вот когда закончилось Евровидение, наступила такая тишина, минута молчания. И я остался между двух огней, потому что с одной стороны Филипп мне много чего дал, и с другой стороны Виктор Яковлевич. И я, что я сделал? Я не сделал ничего. И вот в этом плане вот этот апофигизм, о котором я говорил, сыграл не на руку мне, потому что я просто поехал к себе на родину, в Минск, выключил телефон и как бы взрослые дядьки решать все сами. Хотя, наверное, мог бы осознать и сделать какой-то осознанный шаг в сторону, в любую, но я не сделал никакой. Как думаешь, почему тогда? Молодой был, зеленый. Мне было тогда 21 год, и я, собственно, в шоу-бизнес попал, я не знал, не правил, ничего, и я просто испугался. Если бы то время, вот на самом деле сейчас, вот на данный момент вернуть, какой бы ты все-таки выбросил? Ну, возможно, я нашел бы какой-то компромисс, попытался бы договориться, решить. Ну, там и там невозможно было договориться, слишком высоко было напряжение. Ну, я бы, наверное, вот проанализировал какие-то за и против, и если бы с кем-то и разошелся, то, может быть, не на такой вот какой-то скотской ноте. Ну, может быть, не думаешь, что тебе, может быть, это даже дало какой-то другой шанс в жизни? Бывает же такое? Все, что не делаете, надо говорить, то лучше. Да, у меня появилась возможность поработать с новым продюсером, а дальше еще с новым, но... Ты об этом. Я заработал на тот момент звание заслуженного колобка, потому что который укатывался от одного к другому. Я сначала хотела сказать, в смысле колобка. Ну, все говорят, от бабушки ушел, от дедушки. Ну, в общем, что не убивает, то делает сильнее, я считаю, и этот опыт, он, конечно, бесценный. Я поработал практически со всеми. Когда ты проигрываешь, что ты чувствуешь вообще вот в жизни, в принципе? Чувствую, чувствую, как, ну, какую-то, наверное, обиду, обиду, что ли. А иногда чувствуешь сожаление о том, что что-то не доделал, что-то мог бы сделать лучше. Ну, на себя? На себя чаще, хотя иногда вот какие-то неудачи или невозможность достичь цель не зависит от тебя совершенно, ну, в стопроцентной мере. То есть ты можешь делать, там, тужиться, там, как-то проявлять какие-то действия предпринимать, пытаться договориться, но чаще, если решение не зависит от тебя самого и решает кто-то другой, то, ну, сэляви. Раньше, например, я очень сильно обижался на то, когда приносили песню на радио, а ее не брали. И только спустя некоторое время мне пришло осознание, что, блин, это же их радиостанция, хотя отберут, хотя нет. То есть ты поменял отношение просто к этому? Да, я как бы вот перестал обижаться на это, потому что если бы у меня была радиостанция, я бы тоже что-то брал и что-то не брал. У меня был бы свой вкус. Такая вот небольшая ремарка. А самая приятная победа можешь вспомнить и рассказать? Вот прям то же, что сейчас прям сразу подходит в голову. Самая большая победа? Однажды я пришел к одному исполнителю, очень большому, известному, и мне хотелось записать с ним дуэт. И в разговоре он мне сказал, что, ну, это его цитата, ты знаешь, у меня не получается писать песни, вот и у тебя тоже по ходу дела не получится, и не получается, не надо этим заниматься, ты вот как бы поешь, вот пой. Меня это как-то зацепило так. Иногда для того, чтобы дать людям какой-то импульс, толчок, их нужно обидеть, может быть, послать куда-то. Это метод провокации, да, метод провокации. И я такой, как же так, ну, неужели? Я сел и написал, наверное, одну из самых удачных своих песен, которая называется «Корабли», которая первая попала на радио, которую первую услышали многие слушатели. Для меня это была победа. То есть, получается, он тебя спровоцировал таким образом? Не думаю, что он хотел меня спровоцировать, он сказал то, что чувствует... Может, он на бежен сидел на что-то или на кого-то в этот момент, расстроен? Не знаю. И ты попал в тему, и в тему получилось в дальнейшем. Но это работает. Ну, нужна ли тебе какая-то поддержка со стороны кого-либо, когда ты настраиваешь себя на победу? Обязательно. Обязательно рядом с тобой должны быть люди, которые в тебя верят. Кто в твоем окружении чаще всего влияет на тебя вот таким положительным образом? И кто поддерживал тебя всегда? Иногда некоторые, если мы берем творчество, некоторые произведения даже не были бы сделаны и записаны, и никто бы их не слышал, и не принесли бы мне какой-то успех. И популярность, если бы их не услышал кто-то из моих родственников или друзей, их не так много, однажды теща услышала, например, песню, которая была еще в демке, и сказала, ой, какая красивая песня. А я подумал, что это какой-то шлаг, и я ее записал, и песня стала достаточно успешной. Ну, а кто чаще всего все-таки? Вот мнение этой прислушиваешься для тебя важно именно в поддержке? Ну, конечно, это те люди, с которыми мы постоянно в контакте и вместе создаем какие-то вещи. То есть с которыми ты чаще работаешь? Да, конечно. А я имею в виду для тебя близкие семьи, ну, семья, там, друзья. Есть люди, которые чаще всего как раз поддерживают? Есть. Это моя жена, это Баграт Вартанян, с которым мы уже 10 лет пишем песни и вместе одерживаем победу или проигрываем. Важно, чтобы было не скучно, понимаете, чтобы было, как бы, если как бы на дно, то с кем-нибудь, чтобы там можно было на дне посидеть. Или в горы тоже, если друг оказался вдруг. Дим, а какой бы ты дал совет нашим перезлителям по всей внешней теме как раз? Как настроить себя на победу? Есть какой-то персональный способ, может быть, или какие-то рекомендации? Ну, вот, чисто гипотетические. Ну, это часто бывает сложно, но надо не бояться разрешать себе делать что-то новое, что-то непривычное, бросаться в какой-то омут, в котором ты еще не был. Возможно, ну, просто рисковать, быть иногда непонятым, смешным или наоборот вызывать какие-то непривычные для тебя эмоции. Если ты грустный, то надо быть веселым иногда или наоборот, может быть, даже смешным. Ну, и, конечно же, мне кажется, с самоиронией достаточно относиться ко всему, что ты делаешь, потому что абсолютно серьезных вещей не так много. В творчестве они чаще не используются. Кстати, в твоем вот окружении, ну, в работе, да, в отношении работы, больше серьезности у людей такой вот, может быть, сценической? Люди, может быть, в жизни-то они веселее ведут себя или все-таки с чувством юмора? Ну, есть просто определенная специфика и этик, это поведение на сцене. Ну, рамки, да, то есть, скажем, не всегда я могу быть таким на сцене, каким я бываю в жизни периодически. Вот это немножко обламывает, но я иду к этому. Недавно начал лазить на колонки на концертах, раньше думал, что за дичь какая-то, какие-то идиоты. Ты боял себя или ты просто, ну, как бы не воспринимал это? Нет, я просто думал... Что это никому не так? Наверное, я боялся просто где-то внутри себя быть, вот быть чуть свободнее и выходить за рамки какого-то приличия. Чуть-чуть безумным. Да, вот и со временем, наверное, может, я вообще с ума сойду. Получал, начал получать от этого удовольствие. Возможно, да. Может, я буду делать какие-то вещи, которые вообще сейчас моралью порицаются. Ты готов к этому? Еще пока нет, но я иду к этому, я к этому стремлюсь. Ты считаешь себя раскрепощенным человеком? Нет. Насколько процентов ты по себе оценил? Насколько процентов? Я не знаю, насколько процентов я могу быть раскрепощенным. Но, исходя из какой-то десятилетней практики, думаю, что я раскрепостился процентов так на 40, может быть, на 45. Ну, это уже неплохо. Ну, был, изначально был на 10, на 15. Ну, то есть был такой карандаш. А как ты думаешь, люди, которые тебя окружают, насколько они чаще всего, ну, так, в среднем, я не говорю, что каждый, среднестатистически, на твой взгляд, естественно? Кто-то меньше, кто-то больше. С тех, кто больше, я беру пример, я подпитываюсь, может быть, даже вампирю иногда. Ну, тебе комфортно с ними, потому что? Конечно. В общем-то, у меня окружение, не сказать, что большое, может быть, те люди, с которыми я готов посидеть, пригласить к себе домой или куда-то съездить, сходить, провести время. У меня их, наверное, всего человек пять. Ну, это нормально, мне кажется. Остальные, наверное, не больше. Мне кажется, когда человек взрослеет, они, ну, всегда... Они отвалятся. Ну, кто-то умирает там, да, мы все знаем. Это нормально тоже происходит. Главное, сжечь их раньше времени. Точно. Дима, спасибо большое, что ты к нам пришел. Спасибо тебе за интересное интервью. А я тебе желаю раскрепоститься в разы больше, потому что, на мой взгляд, вот я тоже наблюдаю за людьми, у нас люди боятся демонстрировать себя такими, какие они есть. Потому что, к сожалению, зависит от чужого мнения. Вот то, что ты говорил, ты раньше был, позволял себе больше гораздо. Ну, понятно, что мы там в социуме находимся, какие-то рамки существуют. Но, тем не менее, я вот желаю тебе вот этого безумства. Спасибо. Чтобы тебе было комфортно и в кайф, самое главное. И в творческой карьере добиться гораздо больших результатов, таких, на которых ты сам нацелен, естественно. Спасибо большое. А я желаю всем достигать цели и быть счастливыми людьми. Субтитры сделал DimaTorzok Ирландия Движется счастье тихо и просто, где-то на глубине. То, что внутри невозможно разрушить и не достать магнит. Тот, что с тобой одною не болит. Мой дом, когда я в твоих руках Мой рай блестит на твоих губах Мой свет и солнце мое во тьме Мой мир и сердце мое тебе Пальцами нежно ты задеваешь струны моей души Будто в дурмане, будто бы пьяные Мы трезветь не спешим То, что внутри невозможно измерить Не погасить огня Целого мира мало без тебя Мой дом, когда я в твоих руках Мой рай блестит на твоих губах Мой свет и солнце мое во тьме Мой мир и сердце мое тебе Мой дом, когда я в твоих руках Мой рай блестит на твоих губах Мой свет и солнце мое во тьме Мой мир и сердце мое тебе Мой дом, когда я в твоих руках Мой рай блестит на твоих губах Мой свет и солнце мое во тьме Мой мир и сердце мое тебе Мой дом, когда я в твоих руках Мой рай блестит на твоих губах Мой свет и солнце мое во тьме Мой мир и сердце мое тебе Мой мир и сердце мое тебе Мой рай блестит на твоих губах Мой рай блестит на твоих губах Продолжение следует...